Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые радиослушатели. Интернет-портал радиоцентра Сангейтс начинает свои программы. Сегодня у нас пятница, Сенс Гад Фрайдэй, в Чикаго, 9 часов утра на западном побережье Калифорнии, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, это только 7 часов утра, на восточном 10 часов утра, Вашингтон, Нью-Йорк, ну а в Москве в этот час 17 часов дня и мы начинаем нашу программу Сангейтс Сентер, Сангейтс Радио. Меня зовут Майкл Меликов и в первых, так сказать, строках разрешите поздравить всех верующих. Сегодня день, который называется Благовещение. Всех поздравляем и желаем счастья. Ну а сегодня программа у нас с Геннадием Лобановым, Россия-Москва. Геннадий, здравствуйте. Добрый день. И сегодня мы поговорим о таких странных вещах, которые иногда творятся у нас на Земле, в нашей жизни. Речь идет о Бермудском треугольнике. Геннадий парапсихолог, Геннадий экстрасенс, энергетический целитель. Ну и от этих чудесных явлений, непонятных явлений мы перейдем к практическим вещам, поскольку Геннадий создает установку, собственно, она создана, какая-то миниатюрная установка, где используются пирамиды. Так вот, в районе Бермудского треугольника, ну, говорят, опять же, на дне моря находятся пирамиды. И вот когда эти пирамиды, они излучатели, мы это знаем, и удивительные вещи. Ну вот сейчас мы поговорим об этом с Геннадием. Не буду предварять сам своим рассказом, но мы будем сейчас беседовать. Итак, Геннадий, здравствуйте, еще раз. Добрый день, еще раз. Да, и давайте мы начнем. Как вы считаете, вот пирамиды, их роль, мы знаем пирамиды Хеопса, там, в пустыне, мы знаем вот эти вот пирамиды, мы знаем пирамиды другие. Давайте вы расскажите нам, о чем идет речь. Ну, пирамиды Хеопса, конечно, это уже давно, но это излучатели. Это прием и передача энергии. Когда-то были древние цивилизации, которые этим очень хорошо пользовались, они получали информацию, передавали информацию. Ну, вы интересную вещь сказали, вот по поводу Бермудского треугольника. Кстати, на Земле много таких мест, даже у нас в России есть такие места, Пермский треугольник так называемый, то же самое, там тоже и пропадают, и все происходит необычно. Ну, на дне моря есть пирамиды, я не знаю, только вот они погружались, нашли или нет, но на Урале есть пять озер. Пять озер, из них четыре обследовано, все, пятая она то появляется, то исчезает, и вот на дне ее находится пирамида. Значит, ныряли эти аквалагисты, они к ней подходили, но почему-то, как вот их откидывало, как страх, что ли, они дальше не рискнули идти, там еще и добавок какая-то дыша, как они говорят, ну, отверстие, что туда страшно заходить, и они не стали. И вот эти пирамиды, даже пирамиды Хеопса, они на Земле, которой у нас очень много, даже и в Европе их полно, только они как хаумы, и они все между собой связаны. Связаны чем? Связаны энергетически, они могут передавать информацию от одной до другой, также и космос посылает, как вот нам по многим версиям и по передачам говорят, но они все взаимосвязаны. Если где-то что-то случается, уже, допустим, кто с ними контактирует, с пирамидами, а у меня есть такие люди, которые непосредственно к ней подходят, они получают такую информацию. Потом, что еще может там быть? Ну, кто как получает, кто просто смотрит как на какое-то сооружение, а кто-то действительно, прикасаясь к пирамиде, получает какие-то знания, может быть, информацию, вибрацию, потом это он переосознает и что-то для себя находит в этом. Есть и у нас такие же пирамиды, да. А вот скажите, пирамиды, они созданы кем? Ну, по версиям ученых, там, передач масок, кто говорит, что... Ну, все-таки сооружали люди, но под присмотром действительно... Ну, я не скажу, что это инопланетяне, они их называли богами, это вполне возможно. Сами люди такого сделать не могли. Могли только еще, я помню, что есть гиперборея, так, у них есть пирамидальные сооружения, и где-то сейчас на севере у нас остались, в разрушенном виде, там основание возможно. Но там создавались люди, но здесь это действительно, я полагаю, то, что им кто-то помогал. Конечно, они владели этой техникой, ну, техникой перемещения этих тяжелых предметов левитационным способом, но сами в то время они еще, конечно, не могли, конечно, не помогали пришельцам. Это не без этого, но тогда не было еще и гиперборея. Ну, вообще-то говоря, ну, так считается тоже, это же гипотеза все, о том, что две цивилизации были, и это они как бы между собой враждовали. Можно как аналог привести две супердержавы, которые были, как вы знаете, когда-то, да? Да. Вот. Одна из них и осталась, другой уже нет. Вот. И идет постоянная борьба вот противоположностей, то есть таким образом создается баланс. Ну, баланс должен быть в природе и везде, и во Вселенной, если одна цивилизация, в данном случае, одна цивилизация была технократическая, вторая была духовная, вот одна погибла, и вторая должна была погибнуть, а не погибли. Так вот, вот эти, допустим, пирамиды, которые построили люди, которые находятся на дне Бермудского, вот там, на дне моря, это, наверное, все-таки то, что когда-то была цивилизация, скажем, атлантов, да? И вот там стояли это, ну, или гиперборея, допустим, да? Как вы считаете? Ну, гиперборея на севере России бывает, даже это место можно указать на карте, но лучше несколько островков осталось, а вот по поводу Атлантиды, ну, тоже мнения разные, понимаете, как сказать, что точные координаты не могут указать, но мне тут так кажется, что часть вот какой-то там и осталась в Бермудском треугольнике, потому что в основном идет, ну, портал вот этот временной, где проваливается все, и потом исчезает, и появляется, бог знает когда, может назад вернуться, но навряд ли, потому что газа-то еще оттуда не было. А, ну, вот, эти излучатели, они же куда-то излучают и для чего-то излучают? Излучают, они передают все-таки информацию еще, конечно, туда, во Вселенную, но кто ее получает, это надо выяснять. А вот захват идет, это, как вроде, я так понимаю, ну, у меня мнение такое, что это все-таки как защитная реакция. Самолет пролетел, ухапнуло и съело, корабль проплыл именно на те места, которые могут рядом проплыть и ничего не будет. Но они включаются, вы понимаете, они там завожены, какой-то цикл, какой-то цикл, что оно включается и выключается, в какой-то момент они включаются, активируются, вот это начинает все происходить. Да, если именно в этот момент где-то проплывает корабль, или самолет пролетает, именно в этот момент, потому что... В другой момент и пролетает, и ничего не происходит. Вот тогда он попадает в зону излучения, направленный какой-то луч, и они пропадают. А как вы думаете, куда они пропадают? Они падают вниз на дно океана, или они просто растворяются в пространстве? Попадает другое измерение. Смерение, это вернее. Они не пропадают, потому что ни обломков не находили, даже туда погружались и ничего не находили. Вы знаете, есть очень интересные свидетельства, даже очевидцев, и есть, которые совершенно невероятным образом, где-то появился, скажем, корабль, который исчез там 200 лет тому назад. Моряки были где-то в этой форме, то есть они ничего не понимали, что там происходит. Этот корабль, естественно, был построен не в наше время, а в наше время он появился. Есть, можно посмотреть в интернете это все. Это именно каким-то образом они вошли в то измененное пространство. Там время идет совсем по-другому, чем у нас на Земле. И потом они опять каким-то образом попали в наше время. В наше время. Есть такое, это так называемые кротовые норы. На Земле есть несколько мест таких, где вот так может, не только бермудский треугольник, может войти. В России такие случаи были, что люди, вот в Подмосковье есть там такое место, синий камень называемый, туда, если мимо проходишь и в определенное время попадаешь, можешь исчезнуть. И появиться через 20-30, а то и больше лет. Вы знаете, интересная вещь. Ну вот в наших сказках, в русских, в частности, сказках, есть такое, помните, начало в 3-9, начало сказки, в 3-9 царстве, в 3-10 государстве. Вот это своего рода кода, то есть координаты этого места, где, вот с чего начинается сказка, и жили-жили. То есть, если, ну сегодня-то они живут, понятно, в этом месте, но вот если мы найдем эти координаты, где находятся 3-9 царства, 3-10 государства, а такие места, вы сейчас говорите, они есть, и таких мест, кстати, много на Земле, и совершенно непонятно, что там происходит. Под Ростовом я читал, ну действительно, Псковские там есть, есть очень много таких, их называют, иногда, места силы. И там появляются удивительные, происходят удивительные вещи, и какие-то события, и эти энноложки пролетают всякие, и так далее. Правильно, да? Да, совершенно верно. Не только энноложки, даже энергосущности там обитают. Я вот читаю, что энноложка, это все-таки не сторонник, особенно уфологов, но все равно кое-когда к ним прислушиваюсь, потому что если действительно идет, показываются предметы, он фиксируется действительно, а не это фантазия или брак, то это действительно предмет эннолой, и подтверждается приборами, что там и радиоизлучение, и такое радиоактивное излучение. А в основном, вот называемые плазмоиды, вот потом эти маленькие такие, как карандашики, я вам рассказывал, как-то неоновые эти рыбки, вот это уже энергосущности, но они любят места силы. Они так очень редко появляются. И таких мест действительно очень много. Тридевятое царство, тридесятое государство, это, по всей видимости, упоминалось гипердамой Реи. Почему? Потому что я как-то заинтересовался этим вопросом, немножко почитал, но тоже опять гипотез много. Но именно направление указания, куда двигаться, почему-то они все шли через горы, через лес, по снегу, по этому, а она находилась как раз в районе нашего Северного моря, вот туда. Архангельск, вот эта вся та область. Ну, где-то там. Очень интересно, очень интересно. А скажите еще два таких, скажем, вот там, где находятся пирамиды, места. Одно, ну вот мы уже упоминали, находится в Гизе. Это пирамиды, их называют пирамидами Хеопса. Но ведь, смотрите, как бы, как бы, это пирамиды, они как бы излучатели, но очень долгое время, ведь они были громницами фараонов в том числе. То есть, какой все-таки цели служат, служили или служат эти пирамиды? Как они были задуманы? Как передатчики они были задуманы? Или все-таки излучатели? Или все-таки, как, вот, действительно, громница фараонов, мы взяли и построили великому, там, человеку, я знаю, посланнику Бога, это же фараон. А построили, так считали. А построили вокруг него вот такую вот пирамиду. Или все-таки это просто, ну, не знаю, традиция? Ну, это как, я, мое мнение, не традиция даже. Скорее всего, фараон, он считался приближенным к этим, ну, пришельцам. Ну, там команда жрецов в основном все это делала. И так, дабы поддержать этот культ, конечно, их хоронили в пирамидах. Но на самом деле, даже вы больше меня в этом, наверное, знаете и слышали, что в основном там действительно, когда начали изучать глубоко их подземную, ну, именно внутреннее строение, там все указывают, что это все-таки и излучатели, и приемники. Они и сегодня действуют, правильно? Они работают до сих пор, потому что в определенное время, вот кто видит энергетику, у меня знакомые есть, вот часто в Египте, там женщина одна в Твери живет знакомая, она без Египта жить не может. Она оттуда метеориты привозит, вот здесь черепочки, прямо она грезит, она и хочет жить там. Говорит, в определенное время в какое-то, если кто видит энергетические потоки, прямо идут, говорят, лучи, туда в космос, только куда, в каком направлении, трудно угадать. Но они соединяются, они тоже расставлены, очень хорошо ориентированы на определенные созвездия, и луч идет сведенный потом туда. Очень интересно. Ну и второе место, еще есть, которое я хотел сегодня рассмотреть, а потом перейдем к вашей установке, у нас время в эфире еще немного есть, это Гора Кайлас. Гора Кайлас считается седьмой чакрой Земли. Смолида. Да, и там, собственно говоря, она и представляет собой, типа, если посмотреть издалека, пирамиду. Более того, как описывал Молдашев, академик Молдашев, да, известный офтальмолог, он там бывал много раз. Я беседую с человеком, который тоже очень много раз был, и он там, ну, если не исследователь, то он для себя просто получает реализацию. Там очень серьезные энергии проходят. И вот там описывается еще одна маленькая пирамидка, если посмотреть, опять же, издалека. Но она, ну, наверное, не природного, скажем, вот такого формирования, а она искусственного. То есть, как бы ее сделали. Вот пирамида маленькая находится на фоне большой пирамиды, которая представляет собой сама Гора Кайлас. Как вы считаете? Ну, вот эту маленькую пирамиду, конечно, уже поставили. Я считаю, мое мнение, когда я все-таки, ну, как, я сам там никогда не был, но я энергетично, ну, как, фантомно пробовал туда пройти, и вот такое ощущение, что она стоит как защитное сооружение, уже вот, чтобы не проходили. Пускали, ну, энергопотоки грязные туда не шли. Это защитное сооружение. Понятно. То есть, там есть действительно защита вот этого самого места от, ну, каких-то сил, которые могут, ну, повредить, скажем, всего. Ну, это же для блага все, 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 вот темные какие-то, скажите. Ну, хорошо. Это я могу сказать так, что я вот, когда был в ноябре 16-го на Байкале, там обнаружилось, это, и я сотрудничал там с учеными, ну, они мне подсказали, что, в общем, если как-то энергет прочувствуешь, нашел несколько порталов. Это по берегу Байкала и в самом Байкале. Ну, это уже было, когда, ну, корабли там не ходили уже, в межсезонье получилось. Еще Байкал не устал, но вместе с тем уже ходить по нему нельзя было. В одном месте я нашел портал, и крышка портала, короче, когда я туда встал и почувствовал, как, что это специально запечатано, его открывать ни в коем случае нельзя, это уходя, наши гиперборейцы, кто уходил, вот, если вы помните, поведом, вигвамы, когда они уходили в космос, они запечатывали зло. Они запечатывали что? Зло. Зло? Вот именно наших, да, зло. Не наших вот этих вот нижних товарищей, как мы называем, дьявол там и сатана, и все, а именно космическое зло. Они, уходя, запечатывали это все, потому что в то время, вот, вы правильно говорили, это две цивилизации, это мелочь. Еще была так называемая магическая война, в которой уже сражались более высокие силы. Там шла борьба за планету. Ну, да, 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 было, было, но это было очень и очень давно, это было... Она описывается в Ведах эта война, где было, в общем, что-то такое совершенно страшное происходило, потому что боролись, так сказать, полубоги, их называли дэвоты с асурами, то есть демонами, которые обладали абсолютно такими же качествами непобедимости, это была космическая война, это не было. Она, собственно говоря, происходила в разных местах, в разных стихиях, но она продолжалась очень и очень долго. В основном, ну, какая-то, можно привести какую-то аналогию с битвой уже, ну, так сказать, в наше, если можно, в обозримом будущем, 5000 лет назад, в битве на поле Курукшетра, известной битве, где погибло за 18 дней более 600 миллионов. Это была величайшая битва на Земле, вот, в истории человечества. Понятно, Ген, ну, мы об этом поговорим, это очень интересная вещь. Давайте мы перейдем в оставшееся время, поговорим о том, для чего вы используете вот эти пирамиды и как вы их используете, пирамидки, ваши пирамиды, что это такое вообще? Ну, пирамиды, вы помните, что был где-то в 90-е бум, строили во дворах пирамиды по определенным этим параметрам, которые даны, что в них действительно можно излечиться, там, поправить здоровье, что-то, какой-то предмет зарядить, ну, чтобы урожай был хороший, закладывали семена и все. Здесь у меня установочка немножко работает по-другому принципу. Шесть пирамид, которые разного цвета, через зеркала и свечи, и пирамиды, вот этот камень, он несет определенную энергетику. Я их долго подбирал, конечно, что, вот, помочь человеку, вот, у него болит что-то, вот, именно ставишь в установку эту, пока фотографию, в реале мало кто ходит, потому что, что только начинаем. А вот излучение от этой пирамидки, оно дает, ну, положительный эффект на восстановление организма. Это действительно так, это пробованное на себе действительно, я же тоже человек. Понятно. Понятно. Ну, интересно, хорошо, и вы это используете только для целительства, правильно? Ну, там можно ее, конечно, и наоборот использовать, но я никогда этого не допущу. Нет, ну, мы этот вопрос вообще не рассматриваем. Ну, то есть, вы используете это для целительства, правильно? Для целительства, для помощи. Бывает, что вот приносят, ну, там, какой-нибудь редкий вид растения, говорит, хочу вот развести, оно никак не принимается, я его ставлю туда, на несколько минут, там, может быть, на час максимум, и потом растет. Ну, были такие случаи. А вы не пробовали сделать это по интернету, через, скажем, скайп? Надо попробовать еще пока, вот я же говорю, она только-только мы нарабатываем ее, она только вот пошла. Давайте попробуем. У меня есть очень интересное и очень серьезное растение, оно погибает почему-то, не знаю, но вот мне хотелось бы, чтобы оно, это священное, так будем говорить, растение, и что-то с ним происходит. Давайте мы попробуем это сделать, я вам покажу, приеду домой и покажу это растение, а вы посмотрите на него, хорошо? Хорошо. Сделаем, ну, договориться надо, мне же ее надо вытащить, установить, настроить. Ну, это очень интересно, да? Дорогие друзья, я напоминаю, мы беседуем с очень интересным человеком, Геннадий Лобанов, парапсихолог, экстрасенс, энергетический целитель и человек, который уже, да, и мне помогал, в общем, моей семье, мы с ним беседуем, и он очень-очень интересные вещи рассказывает. Если вы хотите с ним поближе, может быть, познакомиться, мы будем его приглашать и делать передачи, возможно, встретимся уже в эту субботу. Программа будет, я думаю, что сегодня я успею это все обработать, она будет выложена в YouTube, и дальше будет, ну, наверное, какое-то объявление. Посмотрим. Если есть такое желание, пишите в YouTube, и мы вас с ним познакомим. Геннадий Лобанов, хорошо, но там используется, это не одна пирамида, да, как я понимаю, между ними находятся еще зеркала, вы говорили, правильно? Да, зеркала ставят. А зеркала, они усиливают, скажем, передачу... Луча. Луча, да. Да, оно, это самое, вот, когда я это все настрою, даже вы увидите, но даже без этих пирамидок, чисто свечи и зеркала. Вы посмотрите, вы видите энергию, я это знаю, и вы посмотрите, как лучше сходится, как потом вот это вот цветное все вращается одно в одно. Ну, очень интересно, да. Хорошо, обязательно посмотрим. Но, еще раз, есть... Сколько надо таких пирамидок? Или это... Ну, здесь я... Почему? У меня пока... Вот, рабочая сейчас шесть. Шесть пирамид? Вы сами сделали эти пирамиды? Нет, ну, пришлось покупать, потому что немножко это не так. Сами их... Я не коммутился. Ага. По дереву могла. Понятно. А эти пирамиды, они сделаны из какого-то камня, и сделаны из кристаллов, из чего? Нет, камень. Камень? Камень. Камень. И не имеет значения, какого рода камень это может быть? Я подбирал же, вот, допустим, если вот у меня стоит змеевик, так это и змеевик камень такой есть. То есть, стоит у них, значит, он у них и есть. У меня... Я понимаю, да. У меня есть очень интересный человек, очень хороший знакомый. Я вас с ним как-нибудь познакомлю. Он как раз занимается камнями, и он тоже экстрасенс. Сейчас не будем его имя, он когда-то выступал у меня в передачах со мной. Но, если вам надо будет, то, пожалуйста. Очень интересно. Я привожу сам, у меня есть пирамидки. Вот с собой не захватил, у меня в другом офисе стоит, в соседней комнате. И эта пирамида привезена из Бразилии, из этого духовного госпиталя, на территории, которая работает, которая организовала, работает в зоне от Бога. Иоанн, его Божий называет, John of God, по-английски. И пирамиды, они... Ну, кто-то, наверное, они же не природного. Хотя они могут быть и похожи на пирамидки. Но они обработанные, понятно. Но из вот этих кристаллов, которые находятся под землей прямо в этом месте. То есть, они заряжены очень серьезной энергией. И мы знаем о том, что кристаллы сами по себе, они очищают. И вот говорят, ну, не говорят это, мы знаем о том, что они очень благоприятны, если мы ставим их где-то в каждой комнате по пирамидке, к примеру. Есть какие-то условия, которых эти пирамиды надо ставить в определенном месте, в определенное время? Вот как их употреблять, скажем так? Ну, допустим, много пирамид ставить, тоже нежелательно. Энергия у них совершенно, энергетика разная. Может быть, перехлёст и хаос, я так это называю. Допустим, вот у меня стоит змеевик и оникс. Они уравновешивают друг друга. Змеевик, он немножко такой камень нехороший считается. А оникс, он забирает весь негатив. Но они работают прекрасно. Вот стоят у трензера, забирают всю энергетику, которая отрицает. Понятно. То есть, вы можете, скажем так, посмотреть и определить, ну, на самом деле, ну, вот посмотреть на такую пирамидку и определить, что она работает или она не работает? Ну, вы понимаете, купленное в магазине, вот сейчас очень много их продают. Это действительно есть не подделки натуральный камень, но дело в том, что всё равно её заряжать надо. Камень по себе, сам по себе несёт энергетику. Но тут зависит вот так вот, это моё, конечно, мнение. Когда какой-то мастер её делал, с каким он настроением делал, как он себя чувствовал в этот момент, больной человек, не больной. Вот эта энергетика и закладывается в неё. Бывает, что привезёшь пирамидку, от неё потом плохо. Понятно, понятно. Гена, хорошо. Спасибо большое. Наше время в эфире подошло к концу. Дорогие друзья, с вами был парапсихолог-экстрасенс, энергетический целитель Геннадий Лобанов. Меня зовут Майкл Мелехов. Это SunGates Radio. И всем желаем хорошего дня, хороших выходных. До новой встречи. Всего вам доброго. Спасибо, Геннадий. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok